Скажи, какое у тебя отношение, Вячеславу Датскому? Наверное, повторюсь, такой вопрос. Все-таки бой прошел, вроде как вы все решили в ринге, все нормально, уважительно друг друга высказывались, а сейчас вот поединок, да, его нужно как-то раскачивать, но прямо в адрес друг друга сыпятся, скажем так, нелестные слова. Нелестных слов с моих уст не было сказано. У меня хорошее отношение абсолютно ко всем спортсменам, бойцам. Я уже не раз говорил, что спорт – это самая тяжелая и трудная профессия. И чем бы человек ни занимался, если он в спорте, у меня уже к нему уважение. Представляете, он тратит свое личное время, просто занимаясь спортом. В то время, когда ты дома сидишь на кухне, либо перед телевизором, ему нужно бежать к росту, либо идти в спортзал. Плюс мы работаем, постоянно трудимся. Я про свой режим, про свой график рассказал. Я утром просыпаюсь, я завтракаю, иду на первую тренировку. Потом у меня обед, сон, час, вечерняя тренировка. И сколько у меня там, в 11 у меня отбой, у меня остается после ужина немножко личного рабочего времени. Я работаю, что-то делаю, почитаю книжку, все. Я пообщаюсь с дочкой, с родными, с близкими по телефону. Все, у меня катастрофически времени не хватает. Соответственно, вопрос про Вячеслава. То есть вы к нему как спортсмену относитесь, которого так же уважаете, или какое другое отношение к нему? Как человеку я с ним ни идея, ни это самое. Огороды не копал я, ничего плохого к нему не испытываю. Не знаю, как он, в каждую лунку картошку закидывает или нет. За столом я с ним не сидел, я не знаю, как он кушает, чавкает или нет. Тоже сказать не могу. Как спортсмен он молодец, он хороший. Я знаю, что большой поклёб на него устраивает. Там, здесь, здесь, там. Я как бы не сторонник этих поклёбов и не поддерживаю тех людей, которые занимаются этим. У него тоже непростой и нелегкий жизненный путь, который просто какие-то ситуации выдергивает из контекста и выкладывает в соцсети, еще куда-то, еще куда-то. Он хороший человек, он молодец. Субтитры делал DimaTorzok Всем удачи! Александр, но складываю ощущение, что вас именно утомляет общение с датсиком. Так ли это? Меня не утомляет, меня утомляет общение с глупыми. Когда они пытаются умничать и показать, что они такие... Ну, умеют, не знаю, шутить, издеваться, еще что-то делать. Я ничего не утомился. Мне просто иногда бывает, не хочется на какие-то вопросы отвечать, потому что я себя сдерживаю. Если я начну говорить, мне уже будет не остановиться. Я просто знаю немножко больше, нежели чем вы и кто-то другой в отношении того же самого датсика. А вот вы рассказали про как раз-таки его телефонные проделки, скажем так, да? Когда это все началось? То есть с какого момента он начал что-то присылать вам? Он постоянно мне какую-то херню, что я его там хорошо, слава богу, удалил. У него уже просили удалять. А удаляли мой телефон? У меня опять начал слать. Я не кто-то, что говорит, слушай, ну менеджер, слушай, позвони, скажи, чтобы удалили у меня номер. И показываю. Смотри, сколько он мне сегодня прислал. Десять сообщений какие-то, прикольчики, еще что-то там себе, херня там. Такой на этих самых. Уже удаляли номер, непонятно, где он его берет. Поехал куда-то на СВО, взял, раздал, звонит мне. Привет, Саня. Говорю, привет. Говорю, ты кто? А вот нам Датцик дал свой телефон. И начинает со мной общаться. Ну там, за Датцик англесно отзываться. Кто, что? Я говорю, все, все, понял, пацан, занят. Говорю, перезвоним попозже, ложу трубку. Ну вот как я буду с незнакомым человеком разговаривать? Тем более, он не знает моих отношений с Датциком. Не знает, что это за человек. Ну, не все мы идеи. Кто не без греха, тот первый пусть бросит в меня камень. Ну вот, нужно просто понимать человека. И все, и относиться к нему с пониманием. Ну, он взял там, раздал мой телефон. Я эти телефоны начинаю блокировать. И устал их блокировать уже. Звонит и звонит, звонит и взял. Все эти дурачки. Александр, судя по пресс-конференции, я понял, для вас принципиально важно победить именно нокаутом в этом бою. Так лет. Как ты это понял? Вы сказали, что результат боя должен быть как раз-таки в вашу сторону нокаутом. Я не говорил в мою сторону и нокаутом. Я сказал противоположным. Противоположным, извините. Вам принципиально важно? Мне принципиально вообще каждый бой в моей жизни закончить досрочно нокаутом. Это не только мой принцип. Это принцип каждого спортсмена, каждого бойца. Закончить бой досрочно, закончить бой красиво, закончить бой быстро. Ну а как он пройдет, победа моя, болевым, удушающим, либо весь бой пройдет, этого уже никто не знает. А каждый боец стремится бой закончить досрочно, быстро, красиво, победить. А вот уже есть понимание, по каким правилам пройдет бой, то есть сколько раундов, в каких перчатках? Потому что тогда, как говорили, либо это будут боксерские перчатки, классический бокс, либо в ММА перчатках. Вот уже утвердили вам? Если у вас нет понимания, то у меня его тем более нет. Зведи понимание от организации «Урал и Си», они внесут ясность. Евгений Гончаров, чемпион ИСИ, назвал ваш приманш с Вячеславом Датским фриковым боем и сказал, что он никому не будет интересен. Сам Евгений до этого, если что ему ответить? Это кто такой? Это что за чемпион нарисовался? Чемпион в тяжелом весе в ИСИ. Вы видели его последний бой? Да. Как он ходил там в этом самом, он до этого бой провел, его гонорар решили. Решили это самое, сделать какой-то второй бой. Думали, что-то там еще. Я сидел, я плевался на этот бой. Он ходил на ринге, нахуй наступал. Что он, что его соперник. За весь бой, я не знаю, в общей сложности раздействие ударили. Он фрик сам, Евгений Гончаров. Безобразный. Когда я с ним был, он убегал в другую конец зала, чтобы я их не бил ни этим самым. Они там въезжали, прятались. Клоун и черт, Евгений Гончаров. Он, кстати, выражал желание провести бой по правилам бокса. Вы бы готовы были его встретить в этой дисциплине? Я же говорю, клоун и черт. Пусть готовятся. Пусть договариваются с организаторами, если есть. Они подойдут ко мне с правильным, достойным предложением. Я не знаю, что они там Гончарову будут плюшками платить или чем-то. Не знаю. Мне без разницы. Я Гончарову пооблю. За язык, за его. Бестолковый. Возьи по позору. Такие вот личности, как Гончаров, они и портят смешанное единоборство. Во-первых, разговорами вот этими вот. Кому он это говорит? Он может где-то там посидеть у себя в Ростове, в закоулках, с гопниками, наркоманами, такими же торчками захимиченными, перекачанными, там, кости кому-то пополоскать в пихаря. И перед этим еще раз ходить, сказать, только никому не говорите, это будет секрет. Да, все, скрепите это дружбой, крепким рукопожатием. Ну и, я не знаю, какие бои он показывает? Бои, которые позорят смешанное единоборство. Они выходят, я стою, смотрю, я плевался. Я не стал, я не знаю, я был у Никитовского раз дома. Он смотрел этот бой, я не смог досмотреть вот эту порнографию, которую показывали по рингу, на ринге, по телевизору. Я ушел домой, говорю, все, пошел читать потом, наверное. Скажешь, говорю, что, да, Гончарову отдали победу. Ну, все понятно. ВСА, он чемпион какой-то деланный. Уже он ведет один бой, так как преимущество за чемпионом, даже если равный бой. Я бы такие бои аннулировал, не лишал, и лишал бы чемпионов, чемпионского пояса, чемпионского звания. Они не должны бросать такую тень на спорт, на смешанное единоборство. Пусть дома сидят, пельмени едят. Анатолий Малыхин недавно стал тройным чемпионом. Анатолий Малыхин молодец. Смотрел его бой, поздравлял его. Хороший бой показал. Тоже там, ну, такие завистники высказали. Я не знаю, почему людей, если подкрадываются жабы и душить их начинают. Почему они не могут порадоваться за нашего человека, соотечественника, который уехал, добился самых результатов, начинает, да, он это, он то, он туда, он сюда. Молодец, молодец. Хороший бой, хороший результат, хорошая победа. Сергей Харитонов высказался, что там жестко. И сказал, что готов подраться с молодцем. Следующий вопрос. Вот это Харитонову привет передаю. А какие изменения в вашей подготовке или форме в жизни позволяют надеяться на другой результат поединка с Гатцком? А ты как думаешь? А может быть смена тренера, допустим? И смена тренера, и смена образа жизни, и смена команды, и желание работать и трудиться. Я не знаю, почему на мне всегда пишут, о-о-о, тебе уже пора завязывать. Чемпионы, я уже не раз говорил, они только 35-40 годам, они чувствуют силу, они созревают. У меня есть, конечно же, травмы, которые меня беспокоят, но это травмы, совместимые с жизнью. Я могу дальше выступать, драться. Мне не нужно не вес гонять, это легким весам, мухачам легковесам нужно постоянно гонять, набирать, гонять, набирать. У них вот это вот сказывается. А у нас, посмотрите, у нас сколько чемпионов. Возьмите Майка Тайсона. Сколько ему лет сейчас? 57. Он фору даст любому молодому. Возьмите, я не знаю, там, Эвендера Холлифилда. Возьмите Джоша Формана, вот вам пример. Он в 50 лет вышел на ринг и стал чемпионом мира по боксу, по профессионалу. Чего вы списываете нас раньше времени? Я только начал выступать, я только начал драться. Еще буду выступать, еще буду побеждать. Кстати, касательно подготовки, вот, ни для кого не секрет, что у Вячеслава Датска есть травма руки. А акцентировали, вот, если не секрет, внимание на этом, во время подготовки? Никак не акцентировал. Это кажется, что на этом нужно делать акцент еще чего-то. У него есть травма руки, не только руки, у него есть самая больная, это самая, мне кажется, о чем нужно здесь заакцентировать. У него большая травма головы. У него проблемы с головой. Я не знаю, чего вы на руки на его, смотрите, вы посмотрите на его голову. И вам останется сразу ясно. Александр, вы в 2013-м были на горе Афон, а сейчас ездили в центр восстановления Иман. А вот если сравнить их каким-то образом, и, допустим, какой был там положительный опыт, какой там положительный опыт, чтобы, грубо говоря, можно было там перенять? Ну, знаете как, вот то, что я был в центре Иман, там, ну, как бы, есть специальная программа, которая работает на зависимости, вот, которая, если ты честно, искренне принимаешь эту программу, то ты, ну, анализируешь себя, свое прошлое. И вот у тебя устраиваются там две дороги. Вот эта дорога, которая была у тебя, когда ты употреблял, и вот эта дорога, что было бы, если бы ты, к примеру, не бухал. И ты просто смотришь на себя уже в трезвом состоянии, вот, и смотришь, блин, а если бы здесь не бухал, у меня было бы так, если бы я тренировался, было бы так. А так я забухал, и у меня уже дошло до того, что мне уже лень, стало в магазин за водкой ходить. Я звоню, я специально обученному человеку, домофон такой-то, привези мне водки, виски, еще там, поесть, дверь я закрывать не буду, если я усну, поставь пакеты и уходи. Деньги перевел, лег спать, просыпаюсь, голова болит, раз, раз, смотри по сторонам. Приходил, не приходил, он смотрит пакет цветов, приходил. Вот и все, и там просто программа эта, она, которую я прошел в центре Иман, она показывает, что, ну, лучше жить без алкоголя. У нас нужно, не знаю, я пришел к тому, что я где-то выкладывал, что нам нужно, мы для чего-то там пытаемся найти себе какое-то оправдание, что я вот устал, или я, не знаю, мне нервы подкинули, или еще кто-то, или еще что-то, или веселая компания. Нужно учиться у нас, нам у детей. Они же обиду долго не хранят. Они расслабляются, смеются, знакомятся друг с другом, без каких-то либо седативных веществ, которые бы, вот, нас изменяют состояние, и мы, вроде как, нам кажется, получаем это удовольствие. Мы просто убиваемся. Вот пример, как учиться нужно. И там я это понял, вот, что я вел неправильный образ жизни, что мне надо бороться, в первую очередь, с собой, с своей головой. Вот я и уже не раз говорил, что самый сложный для меня соперник в жизни, это я сам. Самое главное, победить себя, свои слабости. Все. Спасибо. Александр, можно последний вопрос? А вот он тоже последний. И он тоже последний. Нет, правда, последний. Вот вы сегодня, да, сказали, что каждый день читаете Библию. В принципе, в узких кругах, как бы всем было известно, что вы ислам не принимали, что вы православный человек. А что же узкие круги не говорили-то об этом? А иногда даже запрещали. Пускай полоскают, да, и набирают наши издания. Учебные слухи все-таки были, и потом вы выпустили опровержение сегодня, да, тоже сказали. А вот почему раньше как-то сами не высказались на этот счет, когда вот эти разговоры, слухи были на пике? Ждал, когда вы это сделаете. Вот, ну, я посмотрел, что ваше руководство прям давит на вас. Я понял, что, ну, как бы никакой поддержки, помощи, еще чего-то от вас ждать не приходится, и не нужно, и не буду я никогда этого делать. Что все, что я делаю, я должен делать сам. Вот, и вот эти вот горы золотые, мы будем то, мы будем это, все знали. Ни одно издание не дало опровержения. Все сидели и ждали от меня. Вот, все поддерживали, перепечатывали. Любое вот издание, вот какое, назовите, вот возьмите, и там есть сто процентов содержит, что Иоаннка принял ислам. Ссылкой на кого-то, ссылкой на кого-то, ссылкой на кого-то. Там есть тр-р-р, там весь интернет. Вот такие вот вы, честные, искренние, спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok